С вами Гри, преподаватель школы музыки Мюзиклаб. И в этом видео я расскажу несколько советов на тему того, как прокачать координацию. Хорошо развита координация, это секрет интересной и разнообразной игры на барабанах. И вот первый совет. Подключай ноги, когда занимаешься руками. И наоборот, подключай руки, когда занимаешься ногами. Начни с простых упражнений. Например, возьми в руках шестнадцатой длительности. Раз, два, три, четыре. А в ногах четверти. Раз, два, три, четыре. Соедини это вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лучше всего для подобных упражнений использовать кардан или две педали с пэдами. Если такой возможности нет, то подойдет бочка и хай-хэт. Или же, опять же, включаем воображение и стучим ногами в пол. Следующее упражнение, которое советую для раскачки координаций, это чередование шестнадцатых и восьмых в руках и ногах. А именно, в первом такте руки будут играть шестнадцатые, ноги будут играть восьмые. Во втором такте все меняется местами, руки начинают играть восьмые, ноги играют шестнадцатые. Раз, два, три, три, четыре. Постепенно усложняй рисунки в ногах или руках. Например, возьмем в ногах парадидол внезапно, в руках оставим простые шестнадцатые. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Запомнил первый совет. Тогда переходим ко второму. Экспериментируй с хватами. Например, если ты часто играешь с закрытым хватом, попробуй поиграть все то же самое с открытым хватом. Или же наоборот, если ты часто играешь с открытым хватом, попробуй поиграть все то же самое с закрытым хватом. Начинай с простого. Возьми ритм, который у тебя получается хорошо. Например. Попробуй сыграть его с открытым хватом. Получается легко, возьми ритм посложнее. Если в простых ритмах проблем не возникает, возьми ритм посложнее. Или, например, какой-нибудь такой ритм. И последний на сегодня совет, третий. Играй с разбросом. По инструменту или по разным поверхностям. То есть у тебя есть пэт, второй пэт или пэт, какая-нибудь табуретка. Разбрасывай все, что ты играешь. Как это может быть? У нас есть вариант, что руки играют все время в один инструмент, потом ты их вместе переносишь в другой. Может быть, что лишь одна рука переносится в какой-то другой инструмент. Может быть, что обе руки переносятся в разные инструменты. Движение может быть как по часовой стрелке. Грубо говоря, линейная. Так может быть и хаотичная. Причем, опять же, как вместе двумя руками хаотично разбрасывать, так и разными руками в разной поверхности. Начнем с парадидла. И будем разбрасывать в нем только правую руку, один раз играя в один инструмент, другой раз играя в другой инструмент. Но использовать будем только два. Вот получается такая штука. Теперь сделаем то же самое с левой рукой. Обязательно все, что ты делаешь, нужно проделывать как с правой рукой, так и с левой. Получается такая штука. Теперь попробуем поразбрасывать только правую руку, но в разные инструменты. Например, так. Попробуем теперь пораскидывать обе руки сразу. Например, в таком порядке. И чуть-чуть быстрее. Еще одно интересное упражнение – это квадрат и треугольник. Если мы пойдем с малого барабана по часовой стрелке, у нас будет малый барабан, первый тон, второй тон, третий тон. Это и есть квадрат. Если мы пойдем в обратную, у нас будет треугольник. Три инструмента. Малый, первый тон, ай-хэ. Вот их мы соединяем вместе в игре. А именно, правая рука будет играть квадрат. Малый, первый, второй, третий. А левая рука будет играть треугольник. Малый, первый, хэ. При этом руки работают чередованием одиночных ударов, например, шестнадцатых долей. Очень важно при этом еще выделять акцент на первую долю, дабы понимать, что ты играешь не просто какие-то шестнадцатые и разбрасываешь их, а все-таки это осознанно. Выглядит это таким образом. Можно, естественно, это ускорять, 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 доводить до каких-то более быстрых темпов. итак на сегодня это все советы спасибо за просмотр занимайся записывайся к нам на онлайн занятия и не болей до скорого пока отвечая на твой вопрос что же делать если у меня нет барабанов использовать сейчас я наглядно покажу как это можно делать опять же если нету по это все тоже самое можно делать по какому-нибудь стулу мешку с песком вариантов в интернете очень много можно найти посмотреть придумать какую-то самопальную штуку наверняка дома найдется что-то не нужно почему можно барабанить итак допустим у нас нет барабанов что мы вынуждены делать мы вынуждены стучать с тобой ногами просто по полу руками по пэду вот и начинаем ноги играют четверти руки шестнадцатые если речь идет о каких-нибудь ритмах используй стойку от пэда стул на котором стоит пэд или еще что то у меня это будет обод малого барабана и также пэд будет оставаться самим малым барабаном опять же говоря разбросить забыл сказать то что можно использовать весь пэд целиком например то что ты не разбрасываешь ты играешь в центр пэда то что разбрасываешь играешь в край например то у нас парадидл вот это вариант без разброса а вот вариант с разбросом можно также использовать какие-то сторонние предметы например спинка стула у меня в данном случае будет обод тома например для левой руки ну и так далее